Всем привет! Это видео о том, что делать, если браузер не открывает страницы веб-сайтов. При этом Skype, облачные сервисы и другие приложения, которые работают от интернет-сети, не имеют проблем с работоспособностью. Хочу заметить, что данная инструкция будет актуальна для всех популярных интернет-браузеров. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс.Браузер, Microsoft Edge и Internet Explorer. Перед тем, как приступить к исправлению, вы можете решить данную проблему, откатившись к последней точке восстановления или резервной копии системы. Итак, в первую очередь нужно проверить ваш компьютер на наличие вредоносного и нежелательного ПО. Зачастую, работа этих программ является причиной того, что браузер не открывает страницы веб-сайта. Как избавиться от вирусов, троянов и рекламных утилит, я рассмотрел в моих предыдущих видео. После удаления всех вирусов и нежелательного ПО, на заходе в панель управления свойства браузера. Windows 7 это пункт свойства обозревателя. И во вкладке подключения нажимаем настройка сети. Если у вас стоит галочка напротив использовать прокси сервер для локальных подключений, уберите и после установите ее напротив автоматическое определение параметров. И нажмите ОК. Вы также можете открыть меню настроек прокси сервера с самого браузера. Для Google Chrome, Opera и Яндекс браузера действия будут практически одинаковыми. Заходим в меню, настройки, показа дополнительной настройки и нажимаем изменить настройки прокси сервера. Далее следуем инструкции, которая описана выше. В Mozilla Firefox заходим в меню, настройки, дополнительные и во вкладке сеть, в разделе соединения нажимаем настроить. Выбираем использовать системные настройки прокси и нажимаем ОК. В Internet Explorer заходим в сервис и нажимаем свойства браузера. Далее также следуем инструкции, которая описана выше. В Microsoft Edge заходим в меню, параметры, просмотреть дополнительные параметры и нажимаем Открыть параметры прокси сервера. Если у вас включена настройка прокси сервера вручную, отключите ее, после чего в разделе Автоматическая настройка прокси включите функцию и определять параметры автоматически. Если после настройки прокси сервера браузер все так же не открывает страницы веб-сайта, то следует проверить запись об init.dls в редакторе реестра. Для этого нажимаем сочетание клавиш Windows плюс R и вводим RecEdit. Заходим в раздел KeyLocalMachine Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Windows. Кликаем правой кнопкой мыши по записи UpInit.dls и нажимаем Изменить. Если в строке значения вы видите путь к какому-либо DLL файлу, например cFileNameDLL, то нужно его удалить. Предварительно скопируйте путь к этому файлу, очистите данную строку и нажмите ОК. После вставляем этот путь в проводник, включаем функцию Показывать скрытые файлы и удаляем данный файл, а также другие подозрительные .exe файлы, которые находятся в найденной папке. Возможно для удаления файла понадобится загрузить компьютер в безопасном режиме. Как это сделать смотрите моих предыдущих видео. Снова заходим в редактор реестра. Находим запись UpInit.dls в разделе KeyCurrentUser Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Windows и повторяем вышеописанную процедуру. После чего перезагружаем компьютер. Далее следует проверить файл хостс. Находится он по пути C, Windows, System32, Drivers, Edg. Открываем его с помощью блокнота и смотрим на все значения. Если после последней строки прописаны другие строки с IP адресами, удалите их, сохраните изменения в блокноте и перезапустите компьютер. Если браузер все так же не открывает страницы веб-сайтов, возможно проблема в DNS сервере. В первую очередь зайдите в центр управления сетями и общим доступом, кликните на подключение, нажмите свойства, кликните на IP версии 4 и нажмите свойства. Выберите использовать следующие адреса DNS серверов и введите следующее значение. Предпочитаемый DNS сервер 8.8.8.8. Альтернативный DNS сервер 8.8.4.4. И попробуйте загрузить любую страницу в браузере. Если не помогло, запустите командную строку от имени администратора и введите следующую команду. Данная команда очистит кэш DNS. Затем введите следующую команду. Данная команда очистит таблицу маршрутов от всех записей шлюзов. Видим сообщение ОК, закрываем командную строку и перезагружаем компьютер. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи!